привет всем кто меня смотрит сегодня у меня пополнение серии рыболовных принадлежностей эту посылку я заказывал у человека который сам делает отцепы то есть с разными насадками пришла она довольно быстро весит девятьсот пятьдесят грамм сейчас мы откроем и попробуем посмотреть что я посмотрел там ролики у него есть на ю тубе кстати там ролики или ролик я уже даже не помню теперь и там он как бы рассказывает как чего работает сколько выдерживает какие там насадки и так далее в общем я оставлю ссылки на все это дело кому интересно вы там посмотрите вот на очереди у нас первым делом попадается одна из насадок это вот такая штука вот это был наверное на 8 здесь он залит в трубу все это с нержавейки отполировано то есть все гладенько не заусенцев ничего нету на случай если с прикосновением с плетенкой я думаю повреждение нее не будет и вот такой тросик тросик не жесткий такой мягкий у некоторых осьминогов не встречались отцепы на которых тросик очень жесткий то есть ну вот они стоят вот так дыбом короче и никакого провисания не это не осуществляется то есть мне кажется это минус отцепа он должен быть вот ну как-то болтаться что ли я скажу да так одна насадка дальше нас к макулатуры в топку следующая насадка у нас идет вот такой крючок тоже в эту трубку он там запаян или ну запаян видимо вот олова там верли вот такие надеты для транспортировки наконечники термоусадка скорее всего потому что она опаяна ну тоже болт на 8 соответственно тоже все отшлифована отполирована то есть как бы минусов я пока не вижу но это кошка соответственно дальше у нас идет сама цепь вот это такая бандура тоже все отполирована все гладенько залито петля для крепления веревки или там ну какого-то шнура толстого и соответственно сам отбойник вот эта петля большая это тоже плюс как бы у некоторых разницы между этими заводными петлями они небольшие и когда воблер упирается то есть очень большая вероятность облома лопаты когда вот эта петля большая то есть облома лопаты можно избежать у меня по крайней мере ни разу не было облома лопаты то есть я вот сотки если пользовался опускаешь в принципе он помогает с берега у меня вот который осьминог есть он вообще с берега неэффективный провисает ну скорее всего это от веса зависит и я думаю что попробовать поменьше просто вес кстати у этого человека там разные веса есть это я взял вот ну как бы такой оптимальный под мои условия по моему мнению опять же вот все затягивается и можно даже браконьерские сети тягать запулил его от руки прям и тащи что хочешь так что как-то вот так человек как бы я с ним переписывался по почте в основном и оставлю я его почту так как номер телефона но он давал но я его потерял но не сохранил смысл так да это пока так находится цепь я думаю что это тоже такой атрибут который может пригодиться опять же с лодки там еще что-то потому что трос где-то между кустами может не пролезть а цепь она все равно я думаю может попасть ну куда-то между там палками какими-то где трос не пролезет ну все подходит все заворачивается все нормально я не буду закручивать время вводить все сделано в качестве на то есть обработана шлифована я думаю что будет служить как говорится верой и правдой ну я этим не знаю попользуюсь какое-то время посмотрю что да так и возможно еще этого человека закажу поменьше вес чтобы попробовать его использовать берега ну грамм 150 например и будет работать вот такой вот устройство получается вот такой помощник появился я надеюсь что своих японцев терять теперь будут в два раза меньше но я имею два зацепах так что кому интересно спрашивайте пишите что знаю подскажу если нет то как бы тот человек который делает он на все вопросы отвечает в принципе быстро как бы по мере возможности ну вот на сегодня все ставьте лайки и дизлайки комментируйте ну кому полезны мои видосы подписывайтесь всем пока а а а а